Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как известно, IT-отрасль является одной из приоритетных отраслей для развития не только российской, но и всемирной экономики. Поэтому и федеральные власти, и региональные власти большое внимание уделяют именно этому направлению. Туда вкладываются серьезные финансовые, организационные, политические ресурсы. И здесь, конечно, очень важным является подготовка кадров и реализация, в первую очередь, международных проектов, где привлекается и международный опыт в том числе. И, конечно, Новосибирской области в лице Министерства образования, науки и инновационной политики очень приятно, что Новосибирский государственный университет экономики и управления взял на себя инициативу, организовал реализацию проекта в программе Tempus под ИКТ-технологии для формирования такого общего образовательного пространства, обмена опытом и подготовки специалистов в введении отрасли на более высокий уровень. У нас в университете уже продолжительный период реализуется проект Tempus, проект, посвященный IT-технологиям, который мы реализуем через систему дополнительного образования. Вообще, надо сказать, что IT-технологии – это наше будущее, это очень популярный продукт, который востребован среди студентов, среди представителей более взрослого поколения. И благодаря этому проекту мы получили доступ к современным системам обучения, к современным технологиям преподавания, возможности использовать современные наработки, которые нам позволяют достаточно активно развиваться в этом направлении. Поэтому проект Tempus – это очень важный проект для нашего университета, и мы считаем, что организаторы проекта сделали очень важное дело, придя в Россию, организовывая соответствующие центры, и, соответственно, мы тоже очень рады, что участвуем активно в этом проекте. Что касается нашего университета, то мы разрабатывали два направления – это бизнес-аналитика и управление бизнес-информацией. Полный комплект документов учебно-методических нами разработан, такие же комплекты разработаны нашими коллегами по проекту, и в результате создан единый банк данных, учебных материалов, которые интегрируют все наши разработки. Это позволяет любому центру, вне зависимости от того, какие программы он разрабатывал, проводить обучение по любой из разработанных в рамках консорциума программ. Я представляю технопарк «Новосибирск». IT в последние лет 20-25 становится не только самостоятельной индустрией, но эта индустрия пронизывает все другие индустрии. Ведь многие вещи сейчас делаются, так сказать, не в реальном пространстве, а виртуально. Поэтому подготовка и дополнительная подготовка специалистов, не только, так сказать, людей, которые сами эти технологии делают, но и людей, которые используют эти технологии фирмы, она очень важна и значима. То есть это важно не только для IT-предприятий, но и обычных предприятий, в которых, так сказать, IT используется все больше, 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 больше. Вот поэтому, так сказать, эта программа, я думаю, интересна не только, так сказать, для тех резидентов технопарка, которые работают в IT, но и для резидентов, которые, так сказать, работают в других направлениях. Дополнительное КТ-образование прежде всего связано с менеджментом качества, так как основная задача на усовершенствование нашего образовательного процесса в центре заключается в том, чтобы этот образовательный процесс был как можно совершенен и постоянно развивался. Для этого было создано положение по менеджменту качества для учебных центров ИКТ. Вот так оно выглядит. Этим положением пользуются в настоящее время 10 центров существующих, которые проводят по различным рамкам свои курсы для слушателей в России и Казахстане. Известно, что в нашей стране не хватает специалистов-менеджеров, которые бы умели хорошо управлять информацией и могли с помощью нее принимать оптимальные управленческие решения. Поэтому я благодарен программе Tempus за то, что она позволила нам разработать курс, который называется «Управление бизнес-информацией». У нас очень разносторонняя специальность – прикладная информатика. Кто-то, закончив ее, идет работать менеджером, кто-то аналитиком, кто-то разработчиком. И очень здорово, что есть возможность с теми ребятами, которые мыслят себя в будущем именно разработчиками, которые нашли себя в этой области, заниматься углубленно именно разработкой и, в частности, веб-программированием. Ребята с удовольствием изучили различные технологии, связанные именно с веб-разработкой. Это фронт-энд-разработка, бэк-энд-разработка, различные базы данных, которые используются в веб-технологиях. Именно веб-технологии в наше время очень важны, потому что сейчас есть тенденция того, что все больше технологий переносится в веб, все больше используются в облачных технологиях, уже никто не скачивает, не устанавливает себе программы, все предпочитают использовать их через веб, через интернет. Ребята тоже это понимают, с удовольствием изучают такие технологии. Наш курс не нами был разработан, это был курс от наших партнеров, но он показался нам очень успешным, и ребята все довольны, насколько я вижу. Участие в проекте «Пиктивтемпус» в качестве преподавателя оказалось для меня очень полезным и интересным. Разработка учебных курсов в рамках проекта позволила мне обобщить и систематизировать мои знания, особенно те, которые касаются бизнес-планирования в сфере информационных технологий. Безусловно, хотелось бы отметить значительный положительный эффект от участия в тренинге проекта. Это не только приобретение полезных знаний, практических навыков по созданию учебных курсов, но и общение обмен опытом с коллегами из других вузов. Я проходил стажировку в Болгарии, и польза от одного из модулей, которые мы там изучали, получилась несколько шире, чем просто использование его в рамках проекта. Дело в том, что одним из модулей, которые мы изучали в Болгарии, являлось изучение системы Moodle. И как раз так совпало, что в этом году в нашем университете внедрение дистанционного обучения с помощью этой системы является одним из стратегических направлений. И, соответственно, сейчас я являюсь преподавателем курсов повышения квалификации в нашем университете для преподавателей нашего вуза. Участие в проекте Tempus позволило мне изучить опыт европейских коллег в области создания образовательных программ и курсов на основе компетентностного подхода. Причем удалось это закрепить не только теоретически, но и на практике. Удалось съездить в Болгарию и посмотреть, как вживую это делают коллеги. К тому же хотелось бы отметить, что участие в данном проекте позволило мне сформулировать тему моего научного исследования. Меня зовут Юрий Сергей Николаевич, я преподаватель кафедры прикладных информационных технологий. Я являюсь участником проекта Tempus. По проекту я ездил в Софийский университет информатики и перекоммуникации. Там я проходил обучение европейских рабок. По возвращению я был участником разработки рабочей программы для менеджеров бизнес-информации. Также я являюсь участником разработки учебно-технического пособия для этой квалификации. В пилотной группе я был преподавателем. Этой осенью мы проходили курс обучения бизнес-аналитика. Этот курс дал намного профессиональных навыков хороших, которые могут пригодиться как человеку со стажем, так и человеку, который начинает карьеру, каким я на самом деле и являюсь. Я устроился на работу аналитиком через два месяца после того, как закончил этот курс. И уже через три месяца работы я понял, что это дало мне много навыков в плане анализа, управления проектами и многого другого. Программа была сложена очень хорошо, потому что были качественно подготовлены теоретические части курса, которые были ориентированы на работодателя, и хорошее практическое задание по созданию проекта. Это была интересная работа в команде. Группа нашего курса разбилась на группы, и мы все вместе создавали один общий проект. Наша команда разрабатывала проект по созданию платной парковочной зоны. Путем мозгового штурма мы генерировали различные идеи, каждый предлагал что-то свое. Мы рассмотрели все варианты и выбрали наиболее лучший. Мы создали для него бизнес-модель, построили бизнес-процесс, рассмотрели степ-факторы, построили свод-анализ и в результате презентовали его для слушателей, по окончанию которого они задавали нам различные вопросы, то есть мы должны были доказать эффективность именно нашего проекта. И кто знает, может быть в будущем мы увидим, что именно наш проект реализован. Я прослушала курс ведущего менеджера бизнес-информации и отметила для себя такие плюсы. Лекции были содержательные и в виде презентации сделанные. Также на занятиях у нас были не только лекционные материалы, но и практические занятия. То есть мы познакомились с системами, с какими-то технологиями и была возможность поработать в реальных условиях. И хотелось бы выразить благодарность преподавательскому составу и организаторам. Осенью прошлого года на базе нашего университета проводился курс по бизнес-анализу. Я была участница данного курса вместе с моими одногруппниками. Было довольно-таки интересно получить новые практические знания, теоретические, также и выполнить общий проект, который мы потом представили на общее обозрение. Получили довольно-таки конструктивную критику по этому поводу. Спасибо большое. Курсы по грантовому проекту PICTED Tempus позволили мне слетать на стажировку в Италию, в город Милан, где я стажировался в Миланском техническом университете и занимался разработкой веб-сайта для одного европейского проекта. Данная стажировка и данные курсы позволили мне устроиться в Новосибирске в IT-компанию, которая занимается продвижением сайта. Курсы по грантовому проекту PICTED Tempus позволили мне пройти стажировку в крупной итальянской IT-компании. Сначала я работала в качестве тестировщика, тестировала их продукты образовательные, затем меня взяли работать в более крупный проект. Я помогала менеджеру проекта составлять крупный бизнес-план для нового проекта. По возвращении со стажировки я продолжаю работать системным аналитиком в отделе разработки и сопровождения информационных систем у нас в университете. Знания, данные на курсе, очень помогают мне в текущей работе и благодарю Tempus за такой проект. В числе исполнителей проекта от нашего университета участвовали преподаватели двух кафедр. И к исполнению этого проекта мы также привлекали аспирантов и магистрантов. Я должен отметить, поскольку уже проект у нас в этом году заканчивается, есть предыдущие два года работы, что нам удалось собрать заинтересованный коллектив, стимулированный на развитие системы доп. образования, активно участвовавший во всех мероприятиях. И это, на мой взгляд, позволило добиться определенных результатов. Я надеюсь, что в завершающий период времени мы с успехом справимся со всеми поставленными задачами. Субтитры создавал DimaTorzok